Решение о смене правительства было принято одновременно с появлением новых рисков для безопасности. А Дарина Ричан был кандидатом, на которого ПАС больше всего возлагала надежды. Об этом в эфире ТВ8 заявил председатель парламента Игорь Гроссу. При этом большинство министров из предыдущего Кабмина Натальи Гаврилицы сохранили свои портфели в команде Дарина Ричана. По словам Гроссу, это произошло, поскольку некоторые внешние процессы, такие как евроинтеграция, не должны были быть затронуты, а должна была быть обеспечена преемственность. В портфолио Дарина Ричана, учитывая его должность генерального секретаря высшего сета безопасности, была координация блока безопасности, общественного порядка и защиты. Учитывая его опыт управления Министерством внутренних дел, была дана рекомендация по этой позиции. По словам Игоря Гроссу, обсуждение изменений в правительстве появилось одновременно с новыми угрозами безопасности, о которых в начале недели заявляла президент Майя Санту. Нас тяготел, скажем так, этот груз, от которого мы, слава богу, избавились. Груз дестабилизации именно. И я не говорю об осенних, потому что тогда был лишь один этап с теми проплаченными протестами. Подробности Гроссу раскрывать не стал, отметив, что это может повлиять на расследование. Планировали нехорошие вещи, хотели пригласить сюда определенных ребят. И что они должны были делать? Ну, явно не заниматься туризмом, дестабилизировать. Как именно? Поджечь парламент или что? Я не буду называть учреждения, на которые они нацелились. Не могу. Почему? Потому что неправильно. А только на учреждения нацелились, учитывая попытку государственного переворота? Не могу вам ответить на этот вопрос, потому что это чувствительная информация и может навредить ходу расследования и действиям, которые предпринимают наши учреждения. Ранее Майя Санду обвинила Россию в подготовке государственного переворота в Молдове. По словам главы государства, которая сослалась на информацию, предоставленную украинскими спецслужбами, план предполагал действия с участием диверсантов из России, Беларуси, Сербии и Черногории. Позже Кремль отверг эти обвинения, а Сербия и Черногория потребовали от администрации президента объяснений и конкретных доказательств.